МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В результате несчастного случая скончался сотрудник компании Горкомтранс. Этим утром во время погрузки мусора на 52-летнего мужчину рухнула конструкция машины. Сильная жара и палящее солнце стали причиной пожара на недействующей нефтебазе. Пожарные три часа ликвидировали возгорание сухой травы и нефтепродуктов. Некачественная вода, плохие дороги, недобросовестные подрядчики. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов ознакомился с основными проблемами Жизказгана. Глава региона провел прием жителей города. Из-за несчастного случая скончался сотрудник компании Горкомтранс. В среду утром во время погрузки мусора на 52-летнего мужчину рухнула конструкция машины. Василий Синельников скончался на месте. Машины вот эти старые убрали, вообще убрали их новые. Зачем выгонять на работу такие машины, которые сломаны, если там не работает. Это утро обернулось для Валентины Мустафиной настоящей трагедией. Ее дядя, 52-летний Василий Синельников, скончался от травм, полученных на работе. Мужчина работал в компании Горкомтранс. Беда случилась этим утром на улице городской аэропорт. Кран-манипулятор мусоровоза упал на мужчину, раздробив ему череп. По словам племянницы погибшего, Василий часто рассказывал ей о неисправных машинах, которые выпускают на линию. Теперь Валентина хочет, чтобы руководство компании Горкомтранс ответило перед законом. Я хочу добиться справедливости, чтобы наказали. Если машина была неисправна, зачем выпускать такие машины? Это уже не первый случай. Вот в Горкомтрансе, я не знаю, что там, я не помню, ребенка что ли тогда в том году, или что-то там случилось. Очевидец происшествия рассказывает, что картина была настолько ужасающей, что он потерял дар речи. По словам жильцов близлежащих домов, Василий скончался мгновенно. Я уже за полминуты, как я выбежал, он уже лежал мертвый. Ну, даже не дергался, не шевелился. Все, он мертвый был. Ну, ему сразу череп разломал, голову. У 52-летнего Василия осталась дочь. Мужчина проживал с племянницей ее детьми. До долгожданного отпуска мужчине оставалось всего 4 дня. Расследованием дела займутся правоохранительные органы. Компания Горкомтранс ситуацию пока не комментировала. Напомним, что это уже второй смертельный несчастный случай, связанный с мусоровозом. А точнее, с незакрепленным краном-манипулятором. В марте 2016 года 12-летний Виталий Кобецкой шел по обочине дороги. В этот момент его ударил по голове железный кран-манипулятор, проезжавшего мимо мусоровоза. Мальчик умер мгновенно от открытой черепно-мозговой травмы. После примирения с родственниками подростка водитель мусоровоза был осужден на 2,5 года условно. Торжан Лянова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области произошел пожар на нефтебазе. Возгорание произошло 6 июня днем в Осокаровском районе Сараузекском сельском округе. Северо-восточнее от станции Шокай на территории недействующей нефтебазы. По сообщению комитета по чрезвычайным ситуациям, произошло возгорание сухой травы на площади полтора гектара разлитого нефтепродукта на площади 50 квадратных метров и остатков битума в девяти металлических емкостях. Пожар локализован в течение трех часов. Жертв и пострадавших нет. Были задействованы силы департамента по чрезвычайным ситуациям, добровольные противопожарные формирования и пожарный поезд нацкомпании «Казахстан-Семершолы». Общими усилиями пожар был ликвидирован в 16.03, пострадавших нет. Сейчас причина пожара устанавливается. Рассматривается версия возникновения пожара из-за проведения сварочных работ неустановленными лицами. Угроза распространения пожара не выявлена. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов в рамках рабочей поездки в Жизказган провел личный прием жителей города. Свои предложения главе региона высказали предприниматели и члены общественного совета. В Жизказгане в этом году начнется реконструкция водопроводных сетей. Стоит отметить, что качественное обеспечение питьевой водой жителей Жизказганского региона – одна из самых больших проблем. В настоящее время разработана проектно-сметная документация по реконструкции водопроводных сетей. Проект стоимостью более 5 миллиардов тенге разделен на три этапа. В нынешнем году планируется реконструировать 29 километров внутригородских водопроводных сетей. На эти цели из республиканского бюджета выделено 610 миллионов тенге. Особое внимание Акима области на городские проблемы обратили члены общественного совета Жизказгана. В частности, речь шла о том, что за разрушенные вандалами остановочные павильоны никто не несет ответственности. А для восстановления вновь проводятся тендеры, тратятся бюджетные деньги. Глава региона Ерлан Кушанов отметил, что общественные советы для того и создавались, чтобы общественность могла влиять на жизнь города. Он порекомендовал работать в тесном контакте с государственными органами, в том числе и областными. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Органы государственных доходов упрощают процедуры государственных услуг. Речь идет о поддержке развития предпринимательства и внедрении механизма государственно-частного партнерства. Об итогах деятельности областного департамента государственных доходов на брифинге региональной службы коммуникации рассказал заместитель руководителя Кайрат Оркашпаев. По итогам первого квартала года исполнение государственного бюджета составило свыше 103%. При плане 109,5 миллиардов тенге фактически поступило 113,7 миллиардов. Исполнение республиканского и местного бюджета также составило свыше 100%. Об этом журналистам рассказал заместитель руководителя областного департамента государственных доходов Кайрат Оркашпаев. Внешний торговый оборот составил более 1 миллиарда долларов. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 18% или вырос еще на 160 миллионов тенге. В том числе экспорт составил 905 миллионов долларов и импорт составил 160 миллионов долларов. В структуре внешнего оборота традиционно экспорт преобладает над импортом в соотношении 85 и 15%. Основными торговыми партнерами по экспорту является Китайская Народная Республика. Туда мы экспортируем более 53% от всего экспорта. Арабские Эмираты 13%, Великобритания 7%, Узбекистан 6%. Основные экспортированные товары – это изделия из меди, серебро, мука, прокаты из стали. На сегодняшний день органы государственных доходов предоставляют 49 видов государственных услуг. Из них 21 услугу департамент оказывает в электронном виде. Кайрат Оркожбаев отметил, что сегодня госорганы ведут работу по поддержке развития предпринимательства и внедрения механизма государственно-частного партнерства. Есть 12 видов услуг. Это основные виды услуг, которыми налогоплательщики, население, бизнес обращаются в налоговые органы. И независимо от того, где он зарегистрирован, он обращается в любой орган на тот момент, где у него возникла необходимость получения той или иной услуги. С начала пилотного проекта Карагандинской области по такому принципу оказано более 840 услуг. Это в основном получение справок о отсутствии наличия налоговой задолженности. Это проведение зачетов с переплаты на задолженность. Это регистрационный учет по различным основаниям. В настоящее время проводится работа по максимальному упрощению процедур получения госуслуг. Сокращаются сроки и перечень необходимых документов. Большое внимание уделяется созданию благоприятных условий. Обеспечению доступности государственных услуг всеми слоями населения и бизнеса, отметил Кайра Туркашбаев. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Безопасность и благополучие населения – вот главная задача, которую ставят перед собой сотрудники Карагандинского филиала Национального центра экспертизы. В Карагандинской палате предпринимателей ведущие специалисты Республиканского центра рассказали предпринимателям о важности производственного контроля и санитарной гигиены. Главной целью презентационной встречи стала установка конструктивного диалога с производителями, решение актуальных вопросов и сотрудничество с компаниями. Предприниматели всех регионов области приняли участие в работе завещания. Наша организация на территории Карагандинского области уже работает более 30 лет. Это бывшая лабораторная служба и до сих пор мы занимаемся теми же видами услуг, которые мы предоставляли. Плюс с каждым годом у нас увеличивается количество услуг, предоставляемых населению. Сегодня любой предприниматель понимает, что качество и безопасность оказываемой услуги производства продукции влияет не только на доходность, но и на имидж самого предприятия. Сегодняшнее совещание направлено на то, чтобы информировать предпринимателей о нормативных документах, которые пришли дополнения, изменения какие-то. И поставить их в известность о том, как они должны это интерпретировать в своей работе и применять их в работе. Важнейшим пунктом по обеспечению надлежащего санитарного состояния на производстве пищевой промышленности, общественного питания, коммунальных объектах остаются вопросы производственного контроля, дезинфекции, диротизации и дезинфекции. На встрече было рассказано о новых методах работы испытательного центра единственного государственного предприятия в Казахстане. Я не могу сказать, что предприниматели сейчас безответственные. Они наоборот стали очень грамотные, очень юридически подкованные, знают нормативные документы многие. И поэтому это будет направлено, ну как вам сказать, на улучшение, улучшение вот этих вот услуг, которые дают, и безопасных услуг, которые дают нам предприниматели по всей области для того, чтобы все было прекрасно в отношении здоровья наших еще граждан. В ходе встречи говорилось о предлагаемых спектрах услуг, как лабораторные исследования и инструментальные замеры физических факторов, бактериологическое, вирусологическое, радиологическое, санитарно-гигиеническое исследование. В ходе презентации предприниматели смогли задать интересующие вопросы, получить необходимую им информацию о работе компании и ее услугах, планах дальнейшего развития и сотрудничества. Сергей Высокосов, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде пройдет первый международный фестиваль музыки ЖСКИЕК. Масштабное культурное мероприятие будет проходить на территории ЖСКАЗГАНА. В рамках фестиваля на казахстанской земле выступят фольклорные ансамбли из 11 стран мира. О подготовке к данному событию рассказал руководитель управления культуры, архивов и документации Эрки Булан Агимбаев. От Латинской Америки до страны восходящего солнца. Впервые ЖСКАЗГАНА объединит музыкантов из 11 стран, таких как Перу, Мексика, Польша, Япония, Турция и многие другие. Мероприятие будет организовано в рамках программы «Рухани Жангру». В настоящее время осуществляется подготовка к этому масштабному торжеству. Специально для фестиваля в Улутауском районе построят этнодеревню. Мы построим в Улутауском районе этнодеревню. Там будет установлена большая сцена. В этой деревне мы будем угощать посетителей национальными блюдами. Каждый коллектив выступит со своим концертом. Также выступит группа Улутау. Мы уверены, что этот фестиваль понравится местным жителям. Также руководитель управления культуры, архивов и документации Еркеблан Агамбаев отметил, что проведение фестиваля отразится положительно не только на культурной жизни региона, но и на сфере туризма. Красочное мероприятие позволит продемонстрировать зарубежным гостям то, чем богат казахский народ. Одна из важных целей – это привлечение туристов. Мы сможем ознакомить зарубежных гостей со своей культурой, а также узнать что-то новое о других народах. Это укрепит связь между нашими странами. На фестивале выступит фольклорный ансамбль «Арка Сазе». Честь открывать первый международный фестиваль музыки «Жес Кьек» выпала народной артистке Казахстана, легендарной певицей Бибигуль Тулигеновой. Еще один казахстанец, который порадует зрителей своим голосом – Талгат Мусабаев, ведущий солист Астанинского национального театра оперы и балета. Тухжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 18 команд юных инспекторов дорожного движения соревновались за право называться лучшими. В Бухаржуравском районе на базе санатория «Березники» прошел 19-й областной слет дружин ЮИД. Подростки состязались в знании правил дорожного движения, умении оказывать первую доврачебную помощь, а также демонстрировали свои творческие таланты. Я подумал и решил, чтобы в царстве нашим славном каждый с ПДД дружил. Стихотворную сказку на тему соблюдения правил дорожного движения подготовили ЮИДовцы Караганды. Это один из этапов двухдневного областного слета юных инспекторов дорожного движения – конкурс «Агитбригад». Участники, а это 18 команд со всей области, это победители региональных этапов. Организаторы заявляют, что ЮИДовское движение обогащается новыми направлениями работы, становится еще более массовым, интересным и полезным. Для ребят подготовлено множество конкурсов. Это вождение велосипедом, это вождение сотрудников автомобилями сложных траекторий, это непосредственно упражнения, которые связаны именно с фигурным вождением. И основные – это, конечно же, правила дорожного движения, сдача, знания знаков, знания непосредственно тех элементов вождения, которые влияют на безопасность. То есть скоростной режим, тормозной будет и так далее. Юный инспектор команды Асакаровского района Алзия Романжолов принимал участие в конкурсе регулировщиков. По его словам, справился он на отлично. Экипировка регулировщика – это одежда, форма точнее, перчатки светоотображающие и свисток. На билетах было шесть билетов, на них были как бы знаки, вопросы. Движение «Покажите знак с односторонним движением». Еще сказали, как бы, практическое задание – показать движение регулировщика, когда рука вытянута, понята, вытянута и две руки вытянуты. Как-то исправился? Не трудно было? Нет, не трудно. Юные инспекторы также демонстрировали свои знания правил дорожного движения, навыки оказания доврачебной помощи. Они также показали умение езды на велосипеде. Два увлекательных и познавательных дня пролетели незаметно. Участники заявляют, что получили просто огромное удовольствие, а для победителей эта радость двойная. Кубок победителя по праву вручен команде ЮИД Карагандинской гимназии номер 95. Команде также вручается кубок победителя областного слета юных инспекторов дорожного движения, врученной командой Виктории на церемонии открытия данного слета. Победа далась очень нелегко. Это была честная борьба. В особенности хотелось бы выделить школу 101, Осакаровский район, Хожжералский. Все эти команды, ну вообще все, которые присутствовали на слете, вложили очень много усилий. Сегодня победители готовятся к республиканским и межгосударственным соревнованиям юных инспекторов дорожного движения, которые пройдут в августе в Кызыларде. Гульнур Жакин, Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Субтитры создавал DimaTorzok